Приветствую вас, и для начала надо сказать, что не совсем понятно, в чем конкретно у вас проблема. То есть вы пишите, что проблема серьезная и то, что поговорить вам не с кем. Хотелось бы уточнить, почему Екатерина вам не с кем поговорить. У вас проблемы с выстраиванием связей с людьми, у вас проблемы с друзьями, с социальными контактами. Суть в такой момент. Если да, то не считаете ли вы это проблемой и не хотите ли вы это откорректировать, чтобы было с кем поговорить? Дальше. Вы пишите, я со своим любимым восемь лет вместе провела. Четыре года из них жили. Ну, наверное, вы имеете ввиду, что жили вместе. Было дело, разошлись, быстро нажил себе другую, с которой ему было весело и задорно. Я тоже начала общаться с другим парнем. В итоге, помирились, сошлись. А, Екатерина, ну, значит, здесь моменты достаточно важные вы пишите. Вот. Правда, очень жаль, что не раскрывается практически никак. То есть, вот, значит, вы с мужчиной, да, восемь лет вместе, как вы говорите. Четыре года из этих восьми вы живете вместе, но жили вместе. Вот. Вот. Но почему-то, почему-то вы не создали семью. Вот. Так это вот, на мой взгляд, такой достаточно важный момент. Почему за столько времени, да, вот, вы не создали семью. Могли, могли бы создать, но не создали. Почему? По какой причине? Вот. Это такой аспект. Так же. Если вы расстались, да, со своим мужчиной, то наверняка у этого были какие-то свои причины. Почему вы расстались. Вот. Ну, надо бы определить, что послужило мотивацией, что послужило причиной для того, чтобы вы расстались. Вот. То есть, мне кажется, что здесь есть проблема. Проблема вашей, возможно, неудовлетворенности. Проблема, может быть, завышенных ожиданий от мужчины, да, от вашего мужчины-парня. И, может быть, есть еще что-то. То есть, например, то, что его не устраивало. То есть, все вот эти вещи, все вот это, очень важно, и с этим очень важно разобраться. Вот. Дальше. Значит, вы пишете, что вы помирились. Хорошо, что вы помирились, это хорошо. Интересует меня другая история. Было ли вами в процессе примирения, да, принято решение? Вот. Ну, какие-нибудь решения. Были ли они вами приняты? Договорились ли вы со своим молодым человеком о чем-нибудь? Вот. То есть, поняли ли вы, что не устраивало его, например? Поняли ли он, что не устраивало вас, например? Вот. Ибо, как вы понимаете, вот так, просто, да, без решений каких-то, ваше примирение, оно ничего не значит для вас. Ну, для вас обоих, я имею ввиду. Для вас, как пары. Дальше. Значит. Так. Вы пишите, что когда вы разошлись, он начал искать другую. и быстро нашел, и вы тоже начали общаться с другим мужчиной, ну, с другим парнем. Для чего, для чего вы начали общаться с другим парнем? Вот. Ну, особенно если, со своим мужчиной, да, вот предыдущим, вы довольно долго были вместе. Если вы начали общаться, то с какой целью, чего ожидали, чего хотели, рассчитывали ли вы на что-то и так далее. Понимаете, да? То есть важен момент, момент перехода, момент перехода от одних отношений в другие. Момент вашего перехода от одних отношений к другим. То есть как бы вы в данном случае человека, ну скажем так, не использовали просто. То есть как бы в данном случае вы просто не использовали мужчину для замены. Замены первого. Вот. А сами при этом ждали, например, может быть, надеялись, что первый человек вернётся. Тут вам бы одной побыть, вам бы над собой поработать. Но нет, этого не произошло. То есть, тут вот очень важно то, как вы воспринимаете, воспринимали и воспринимаете второго мужчину. И почему пошли на примирение с первым. Конкретно. Конкретно. Почему пошли на примирение с первым. Вот. Дальше. Идём. Так. Он не переставал с ней общаться и даже ездить. Угнала, выгнала. Ну. Я, конечно, не знаю. Да. То есть. Я вас, безусловно, не могу и не хочу осуждать и оценивать. Но, не кажется ли вам, что именно выгонение человека, да, именно выгонение человека, это уже, ну, какая-то, знаете, родительская, что ли, позиция. То есть, ну, он же не собачка, да, не собачка, чтобы, чтобы его выгонять. Вот. То есть, если вы его выгнали, значит, вы в этот момент не думали о нём, вы не думали о том, почему он это сделал, вы не думали о том, вас интересовали мотивы его поведения, а вас волновали только вы с вами. Само по себе, само по себе, да, это неплохо, само по себе, что вас это, ну, что вы волнуетесь о себе. Это здорово, что вы о себе волнуетесь. Это замечательно, что вы о себе беспокоитесь. Но делать это нужно, очевидно, с умом. так, чтобы, чтобы не вредить себе и чтобы не вредить другим людям. Вот. С которыми вы, ну, собственно, вступаете в связь. Да? Вот. Так. Дальше, значит, просил прощения, помирились. Ну, опять же. Опять же, да? Вы говорите, просил прощения и помирились. А-а-а. Вот. Когда вы помирились, вы к чему пришли? Вы решили что-нибудь? Далее вы пишете о том, что забеременели. И здесь, опять же, не совсем ясна ваша позиция. В том смысле, что забеременеть вы, по идее, по идее, могли бы только если доверяли бы, допустим, вот, своему мужчине, с которым вы находились в отношениях, поскольку вы уже здесь второй раз сходитесь, что ваша беременность выглядит, ну, несколько, скажем так, безответственно. То есть, вот, как так вышло, что вы забеременели, да? Дальше. Вы пишете, как узнал, вообще изменился, игнорировал, говорил, не готов. Ну, это, по крайней мере, с его стороны честно. Я не выдержала, чего не выдержала. Ушла к маме, он всё время появлялся, обещает много чего, но и ей тоже лапшу вешает. А для чего ему это? Сейчас уже седьмой месяц беременности, этот ужас не заканчивается. А какой ужас, вот, конкретно, какой ужас, о каком ужасе вы говорите? Потому что непонятно, если честно. То есть, он приходит, появляется там и так далее. Вот. Ну, хорошо, хорошо. Он приходит и появляется. Но, почему вы-то на это реагируете, на то, что он приходит и появляется? То есть, может быть, дело-то невинено в вас? То есть, вы, как-то, реагируете на его, ну, на него, каким-то образом, вот, таким, ну, не совсем адекватным. То есть, почему ужас? А-а-а, в чём ужас? Скажи, вы пишите, что он, я не знаю, как мне быть. Как быть, чтобы что? Он противен мне? Чем против? Противен. И любовь к нему есть. А как выражается ваша любовь, Екатерина? Давайте, вот, на этот момент обратим внимание с вами, да? Как выражается его любовь. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. ПОДПИШИСЬ.